Потому что сейчас в Китае очень опасность, у нас очень сильная опасность идет. Со мной сидели ребята, Ерлан Файзулаев, Марат Ага, Руслан, Медед, они 12 тысяч километров проехали. Зайсан, Курчум уже нам не принадлежат. Поэтому надо народу просыпаться. Я не знаю, почему там испугались в последний момент, но надо просыпаться. Я не знаю, я уже хотел народу пощечину дать, что ли, чтобы проснулись. Потому что Китай, когда придет, будет поздно. Здесь сотрудники мне говорят, когда нападет Китай, мы тоже будем защищаться, вместе бороться. Но Китай не пойдет на нас силой, он нас заселит просто и потихоньку нас будет уничтожать. Поэтому народ, нам нужно объединяться, нам нужно быть вместе, выходить и не допустить того, что ради наших детей, какое у них будущее. Мы пожили там еще что-то, а какое будущее у наших детей, мы должны все выйти. Все объединиться должны. Алга, Казахстан. Ну как вы обещали, вы вышли, да? Вы обещали перед ним на 26-ое число, вы вышли. Правильно? Ну по-другому никак. А хотя вас искали, да? Искали, там участковый, начальник участкового. Мы тебе весь город искали. Я говорю, я вас переиграл, значит, участковый. Как обращение здесь было? Нормальное обращение. Здесь, я скажу, 98% сотрудников, они поддерживают. Они тоже не согласны с этой экспансией Китая, которая идет. Они все поддерживают. Даже мне сказали, говорят, если бы я без формы был и тебя увидел, я бы тебя не задерживал. Понимаете, здесь просто надо что-то менять в коренном смысле слова. Пока помолчим, что надо менять. Ну вы поняли все. Все, Алва, Казахстан. Молодец. Слава, Слава, Слава. Я грелась, пока вы все.